Этот день имеет важное значение, хотя большая часть населения о нем и не знает. В 2003 году, 9 декабря, ООН был объявлен Международным днем борьбы с коррупцией. Каждый год он проходит под разными лозунгами. Сотрудники ГИБДД по Острогольскому району в этот день провели акцию. Участникам дорожного движения напоминали о необходимости противодействия взяточничеству и вручали книжки памятки водителям. В этом году, в 2013 этот день пройдет под лозунгом «Ноль коррупции, 100% развития государства». Поскольку мы все понимаем, что такое явление коррупции наносит непоправимый ущерб интересам государства и общества в целом. Цель нашей акции – это профилактика такого явления, как коррупция, разъяснение водителям, порядка, правил, обжалование действий сотрудника ДПС, сотрудников ГИБДД, полиции в целом, предотвращение фактов попытки дачи взяток нашим сотрудникам. То есть мы пытаемся довести до каждого, что преступником является не только тот, который берет взятки, но и тот, который их дает. То есть мы в равной степени за это должны понимать это и отвечать за эти свои действия. Если мы вместе будем вести эту борьбу, то есть общими усилиями, профилактируем это мероприятие, не допустим таких фактов, то таким образом мы поможем в становлении нашей государственности, нашего общества гражданского. С этим трудно поспорить, но жажда к наживе, к личному обогащению имеет крепкие корни. Факты мздоимства имели место быть еще в древние времена, и с тех пор мало что изменилось. Коррупцию можно назвать привычным явлением нашей жизни. Берут взятки не только высокие чины, но и служащие помельче практически во всех сферах. Опрошенные нами водители к злоупотреблению служебным положением для получения выгоды в личных целях относятся отрицательно. Хотя самим приходилось иметь дело с коррумпированными представителями власти. Нет. Почему? Ну потому что я сам бывший сотрудник, и поэтому я говорю, что нет, не на должном уровне. А что нужно для этого делать? Ну это вопрос растяжимый и долгий. А скажите, а вам самому приходилось сталкиваться со взяточниками? Приходилось. Организация Абсолютных Наций объявила сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Под лозунгом «Ноль коррупции, 100% развитие». Как вы относитесь к коррупции? Так, я против коррупции, конечно. Ну надо немножко всем относиться к своим обязанностям более человечным. И там будет, наверное, меньше будет коррупции. Понятно. У всех как-то не перевоспитать уже, наверное, да? Ну, воспитать надо вообще с детства, чтобы им было меньше коррупции. Если детей с детства приучать к справедливости, к любви ближнему, то... Если, как вот, сейчас молодежь очень сильная, невоспитанная, можно сказать. Старших не уважают. Да нет, мне не приходилось такого. Нет, не сталкивался. Никогда не давали взятых, и никто вас не требовал? Может, вам давали? Нет, не давали взятых. Может, и предлагали? Нет, нет, нет. Не предлагали? Не, нет, нет, не предлагали взятых. Ну, я стараюсь никому тоже не предлагать. Коррупция – это негативное явление, с которым нужно и необходимо бороться. Но вопрос, как, наши опрашиваемые не давали ответов. Кроме одного прозвучавшего варианта о карательных мерах. Массовый расстрел. Ну, он жест, наконец-то. Говорят, что взятки вымогают и берут потому, что их дают. Наверное, в определенной степени успех в борьбе с коррупцией можно достигнуть, если каждый из нас не будет позволять себе поведение, провоцирующего взяточничество, а в случае вымогательства – пресекать зло на корню с помощью серьезных и действенных рычагов борьбы на государственном уровне. Ну, а в ходе профилактической акции «Напоминание» сотрудниками ГИБДД попутно был выявлен факт нарушения правил перевозки пассажиров водителям такси.